К этим девушкам и женщинам вряд ли подойдет термин «слабый пол». Их призвание – таскать железо стальными мускулами, поглощать килограммы куриных грудок ежедневно, наращивая свои силовые показатели и мышечную массу. Эти девушки пожертвовали своей женственностью ради звания самой сильной женщины в мире. И пускай они жарят блины на протеине, зато они сами выкинут зимние колеса с балкона и передвинут холодильник. Сегодня у нас 10 самых сильных женщин в мире. Если вы предпочитаете играть в игры на большом экране, то браузерная версия викингов вам точно придется по душе. Время пришло, снаряжай войска в походы и штурмы с теми, кто владеет силой. Стройте города и исследуйте мир, выстраивайте свою стратегию отношений с другими игроками. Решайте конфликт дипломатическим путем или отправляйтесь в северные земли, завоевывать новые территории. Ссылочка на игру в описании под роликом. Игра бесплатная. При регистрации вас ждут приятные игровые бонусы. Узнайте и вы, что же так привлекает в этой игре миллионы игроков по всему миру. Айрис Кайл. Профессиональная американская культуристка. В настоящее время она является самой успешной культуристкой как среди женщин, так и среди мужчин, побеждая в различных престижных соревнованиях. В том числе 10 раз выигрывала титул Мисс Олимпия. Первым серьезным шагом в сфере бодибилдинга для Айрис стала победа на соревнованиях чемпионшипс в 1994 году, когда Айрис действительно получила статус профессионала и шанс побороться с лучшими в сфере бодибилдинга. Вес девушки 77 килограмм при росте в 170 сантиметров, а когда наступает период соревнований, она снижает свой вес до 70-73 килограмм. Джемма Тейлор взяла титул сильнейшей женщины Великобритании всего через 6 месяцев после того, как решила попробовать себя в этом спорте и начала работать с большими весами. Тейлор весит 95 килограмм, но без особого труда поднимает 270 килограмм. Кстати, благодаря этим достижениям Тейлор заметил один из сильнейших мужчин мира, Магнус Верр Магнусон, известный пауэрлифтер, завоевавший 4 раза титул самого сильного мужчины на планете. Пара встретилась на турнире в США. Мангус, увидев мощь и силу этой девушки, сразу сообщил, что женится на ней и доказал на деле, что слов на ветер не бросает. Тейлор же, вдобавок к любящему мужу, получила и самого лучшего тренера в мире. Анетта Флорчик. Эта очаровательная девушка из Польши 4 раза становилась самой сильной женщиной в мире. Она начала свою спортивную карьеру в 16 лет и стала соревноваться в пауэрлифтинге. В 19 лет она стала чемпионкой Польши в жиме лёжа. Этот подвиг она повторила ещё раз в 23 года. Также выиграла золото на польском чемпионате в классе до 82 килограмм. Для этого ей понадобилось поднять 250 килограмм за одно повторение. В 2002, 2005, 2006 и 2008 годах выигрывала титул самой сильной женщины мира, а после решила вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого в 2008 году ей потребовалось за 2 минуты поднять над головой 12 человек, естественно по очереди. Этот рекорд зафиксировали в Мадриде, на съёмочной площадке шоу рекордов Гиннесса. Это шоу принесло ей большую популярность, и Анетта решила установить новый рекорд, испортив за одну минуту 5 сковородок. Подобного до неё не совершала ни одна женщина, поэтому рекорд тоже был записан в знаменитую Книгу рекордов. Ежегодно женщины со всего мира съезжаются в Лас-Вегас на мероприятие госпожа Олимпия, чтобы побороться за звание самой сильной женщины. Среди них и молодая 22-летняя девушка Британи Даймон, для которой тяжёлая атлетика больше, чем спорт. Для неё это образ жизни. Девушка впервые решила принять участие в подобных состязаниях совершенно случайно, наткнувшись в интернете на сайт под названием Start Strongman, который предлагал бесплатную 12-недельную учебную программу для начинающих по тяжёлой атлетике. Британи, имея отличные физические данные, развитые благодаря ежедневным занятиям гребли в школьной команде, решила попробовать себе в поднятии тяжестей. И, как оказалось, не зря. Уже через несколько месяцев тренировок она стала готова составить конкуренцию с сильнейшим женщинам мира. И с тех пор она стала регулярно участвовать в различных мировых состязаниях среди женщин по тяжёлой атлетике, выигрывая их и занимая первые места. Чень Вейлин. Эта хрупкая девушка весом всего лишь в 48 килограмм неоднократно выигрывала медали в тяжёлой атлетике. В 2001 году завоевала золото чемпионата Азии и серебро чемпионата мира в категории до 44 килограмм. Также она стала чемпионкой мира среди юниорок. В 2003 году приняла участие в чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Ванкувере в категории до 48 килограмм и заняла 15 место, но в этом же году на чемпионате Азии заняла уже четвёртое место. На Олимпийских играх в Пекине в сумме подняла 196 килограмм. Аналогичный результат показала и спортсменка из Южной Кореи Им Джан Хва. Однако в связи с тем, что личный вес Чень Вейлин был меньше на 51 грамм, она и стала бронзовой медалисткой. Эта медаль также стала первой завоёванной сборной Тайваня на этих играх. В 2001 году Чень Вейлин, выступая в категории до 47 килограмм, стала чемпионкой мира. А на чемпионате Азии по жиму лёжа завоевала серебро. На чемпионате мира в 2012 году в очередной раз завоевала золото. Этот же успех она повторила и в 2014 году. А на чемпионате мира без экипировки 2015 года стала чемпионкой с результатом 483 килограмма. Кристин Роудс регулярно участвует в состязаниях самых сильных женщин мира и всегда является фавориткой среди всех конкурсанток. Она становилась самой сильной женщиной Америки уже 5 раз. Чтобы добиваться таких результатов, Кристин тренируется по 4 раза в неделю на протяжении долгих лет. Благодаря чему становилась самой сильной женщиной в 2007, 2008, 2009 и 2011 годах. Также девушка регулярно участвует в различных силовых шоу. Тянет многотонные грузовики, переворачивает 700 килограммовые шины, переносит 160 килограммовые гантели. И по словам Кристин, всё это ей доставляет огромное удовольствие. А помогает ей готовиться к соревнованиям по особенной методике её муж и по совместительству тренер. Донна Мур тоже носит титул самой сильной женщины в мире. В 2013 году в финале состязания самых сильных женщин она с большим отрывом обошла конкуренток в дисциплине под названием камни атласа. А всё благодаря тому, что Донна освоила уникальную технику выполнения этого упражнения. И со стороны кажется, что она делает что-то неправильно и вряд ли возьмёт этот вес. Но она снова и снова отрывала камни от земли и перебрасывала их через препятствия. В становой тяге девушка тянет 330 килограмм, что является очень хорошими показателями даже для мужчин-профессионалов. В 2016 году на состязании «Самая сильная женщина», которая проходила в Англии, Донна обошла в тяжёлой борьбе с гигантскими весами легендарную Кристиан Роунс, о которой речь шла ранее в этом топе, и установила мировой рекорд в упражнении камней атласа. Джилл Миллс. История этой девушки в тяжёлом спорте началась с бодибилдинга. Девушка пришла в зал для поддержания хорошей физической формы и так увлеклась этим занятием, что перешла из культуризма в пауэрлифтинг, где стала чемпионкой мира, а также завоевала титул «Самой сильной женщины мира». Все участницы этих соревнований отмечали эту девушку главной конкуренткой в состязании «Стронгвумен» в борьбе за титул сильнейшей. Её карьера продолжалась более 20 лет, и такой успех Джилл объясняет тем, что с раннего детства работала на ферме своей семьи и всегда любила физические нагрузки. Её достижения и сегодня вдохновляют многих женщин на преобразование своей фигуры к мужским формам ради титула «Самой сильной женщины в мире». Джуди Гленни известна ещё с далёких 1980-х годов, когда в Америке только начала появляться женская конкуренция в тяжёлой атлетике. Она является обладательницей 11 золотых медалей в этом виде спорта, также является обладательницей рекордов в жиме и рывках штанги, а также мастером в тяжёлой атлетике и тренером молодых спортсменок. В 1989 году написала книгу под названием «Вы точно хотите стать женщиной-тяжелоатлетом». В этой книге содержалась очень полезная информация о методах подъёма гигантских тяжестей для женщин, секреты тренировок и техник Джуди. Эта книга привела к хорошим результатам многих спортсменок. Бекас Вансон. Согласно официальным сведениям, она сильнейшая женщина в мире. Американка изначально занималась бодибилдингом, но потом её чрезмерно рельефные формы стали перебором даже для соревнований культуристов. И Бека решила плотно заняться пауэрлифтингом. Эта девушка стала известна в 2002 году, в период огромной популярности соревнований Strong Woman. Её визитная карточка – это приседания со штангой. И в этой дисциплине она является рекордсменкой среди женщин. Вес, с которым она может присесть – это 387 килограмм. В других дисциплинах для этой силачки тоже конкурентов нужно ещё поискать. К примеру, в становой тяге Бекас Вансон поднимает три своих веса, а эта – 310 килограмм. А в жиме лёжа ей поддаётся штанга в 270 килограмм. Ну а на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока.